Здравствуйте, я сотрудник Центра Семейного Чтения. Мы проводим акцию «Видеоопрос. Книга вашей жизни». К 27 мая, когда празднуется Всероссийский день библиотек. Скажите, пожалуйста, вы часто посещаете библиотеки города? Я на данный момент не так часто. Я больше скачу книги с интернета, читаю их в электронном виде. А как вы считаете, с какого возраста нужно начинать читать книги библиотеки? Читать? Научился человек читать? Можно сразу, наверное, читать начинать. Только есть понимание какое. А какую книгу вы сейчас читаете сами, на данный момент? Сейчас читаю книгу «Историю русской армии». Большой труд его писали. Книга была написана до 1911 года. Писали ее, скажем так, царские офицеры. Книга охватывает период с V века нашей эры, до 1911 год. А какую книгу вы можете посоветовать прочитать каждому парню? Вырастет достойно мужчиной. Каждому парню? В поясе настоящего человека полевого. Скажи, пожалуйста, а ты любишь читать книжки? Ну, да, люблю. А какие ты книги любишь? Ну... Познавательные, приключения? Ну, я люблю читать энциклопедии. Ясно. А скажи, пожалуйста, вот есть такое выражение, народная мудрость, книга – лучший друг. Ты согласен с этим? Ну, да, я с этим согласен. А вот друзья твои читают? Ну, я у них не спрашивала, так что я не знаю. А ты сам как часто ходишь в библиотеку? Ну, я иногда ходила, но ты ходила очень много раз, потому что я готовился к чтению, чтобы всем символировать, читать стихотворения. А скажи, пожалуйста, чему учат книги? Ну, я, ну, книги учат тем, что, ну, то есть, ну, вот, например, ромашка, например, она учится там тому, что каждое растение и животное – это живой организм, как мы. Как вы считаете, с какого возраста нужно читать детям начинать? Наверное, самых маленьких. Как только родился, так надо сразу наши сказки читать. Даже, наверное, когда еще мамочка беременна, ей нужно. Да, конечно, обязательно. А вот современные вообще вот люди и молодежь, в том числе, мало читают. Вообще вот что может произойти, если вообще человек перестанет читать? Мне кажется, чтение – это язык, и грамотность, и воспитание. Столько много мы из книг черпаем. Мне кажется, без книги. А на ваш взгляд, вот раньше была традиция семейного чтения. Вы считаете, что она, это ушедшая же традиция, ее нужно возрождать? Или читают, в общем-то, дома в семьях, в своем роде? В семьях читают. Только вот читает наше поколение, наверное, больше. А молодежь надо, конечно, прививать. Потому что молодежь как-то немножко потеряла вот это вот. Потому что очень много всяких электронных книг, да, компьютер, который заменяет нам книги. Поэтому, конечно, лучше, чтобы это возрождалось. А вы сами читаете электронные книги или у вас все-таки печатная иззади? Да, я читаю электронную книгу, но она мне не приносит того удовольствия, которое я получаю от такой книги. Потому что книга, это вот в бумажном варианте, она намного лучше приносит, чем эта электронная наша книга. А вы вот молодежи современной какую книгу могли бы порекомендовать? Для становления, может быть, личности, характера? Я даже сейчас спрятняюсь, чтобы вот так вот быстро отмечать, что я не могу. Или какая книга на вас произвела впечатление, благодаря которой вы стали читать в дальнейшем? Ну, я очень давно читаю, потому что я очень увлекаюсь. Это еще, наверное, с детства книги нам привели, это и как без книги. А какой жанр вам интересен наиболее? Ну, я больше сейчас, конечно, люблю что-нибудь фантастическое, мистическое, приключенческое, вот что-то такое. Абстрагируетесь от жизни современной, да? Да, немножко, потому что очень, чтобы вот что-то тепло. А ты вообще читаешь книги какие-то? Да. Какие? Вот какой жанр тебе интересен? Фантастика и детектив. Фантастика и детектив? А ребята, вот твои подруги, друзья, как они, с чтением дружат, нет? Да, да. Дружат? А какая книга тебе больше, вот электронную или печатную лучше читаешь? Нет, разницы. Без разницы? Да. Просто где удобнее, ну, какая... Обстановка, да? Да, да. А какой вот автор тебе нравится? Много. Ну, вот одна хотя бы назови, которую вот тебе... И я думаю, слава там уже все сделала. Ну, вспомни. А книжку, может, какую-то ты последнюю читала? Название? Прочтение Семёна Распяткина. Гостяккина. А, ну, это современная проза, да? Современного автора, молодец. И как произвела впечатление? Ну, нормально, да. А домашняя библиотека есть у вас? Да, у бабушки. У бабушки? А вообще, родители читали вот с детства тебе, вот насколько ты себя помнишь? Что это? Сказки, наверное, да, в основном были? А как ты читаешь? Тебя кто приучил к чтению? Родители или заложили, так сказать, основу? Или ты уже как-то сама заинтересовалась? Бабушка с дедушкой. Бабушка с дедушкой все-таки, да? Ясно. А ты считаешь, что современная молодежь мало читает сейчас? Или нормально? Или не меньше, чем раньше, там, в наши, например, годы? Все по-разному. Кому что интересно, кому-то больше гулять, а кому-то читать. А вы сами записаны в библиотеке города? Да, в центральной библиотеке и в детской. В детской, да? Да. А у вас домашняя есть библиотека? Как же. А какие книги ее составляют в основном? Ну, во-первых, детские книги, то, что еще осталось, наверное, с моего детства. Очень много литературы различной. Сказки, художественная литература, классическая, конечно же, поэзия. Ну, вообще разнообразная, разнообразная совершенно библиотека. То, что в детстве когда-то читали, то, что родители приобретали. Раньше же это модно было в советский период. Например, с своим ребенком я начала читать, ну, вот эти все, скажем, в русских народных сказок известные, лобовки, ремокки и прочее. Ну, наверное, когда ему уже было месяца 2,5-3 примерно уже, когда тихонечко хочет ребенка что-то в руках подержать. И мало-помалу, но это слышит, слушает, с удовольствием. Сейчас эти книги, допустим, не представляют, да, он может, пересказать, рассказать. То есть все это дети улавливают на самом деле. А какая книга на вас произвела самое глубокое впечатление? Сильное. Ну, ну, трудно сказать. Ну, много каких книг, смотря в каком возрасте. Ну, вот о современной молодежи вы что бы могли посоветовать, почитать? Ну, во-первых, православную литературу. Но, опять же, это очень сугубая такая литература. Если люди верующие, то, например, такие книги, как «Пасха красная», «Житие святых». Ну, в общем-то, поучительное. А если что-то из художественной классики, классической литературы. Мне, например, нравится «Отковский», с удовольствием, вот эти все произведения. Александр. Да, которые, например, в Малом театре Москвы имеют постановки. И, например, вот эта литература очень нравится. А поэзия нравится. Вероника Тушнова, Эдуард Асадов. Замечательный вкус. Да, мне нравится. А я хотела, знаете, спросить, а как вы считаете, вот меньше люди сейчас стали читать? Если так, то почему? Ну, трудно сказать. На самом деле, не знаю. То окружение, с которым общаюсь я, я, ну, вот мамочки, скажем, кого дети постарше, погладше. Те, кто народились. В общем-то, обращаются к этим первоисточникам. Многие книги сохранены от первых детей, которые уже, допустим, выросли. Может быть, на смену вот эти всякие там планшеты, смартфоны, выходы в интернет, поиск именно там, вот в таком вот электронном виде. Оно, конечно, тоже имеет место и может быть в какой-то степени для кого-то удобно. Но я думаю, так или иначе, все равно люди для этих книгута обращаются. Вот я лично... А какую в данный момент книгу вы читаете или недавно прочитали? Да, ничего не читаю в данный момент сама. Пока ребенку, да, читаете? Да, все, что связано с ребеночком, и вот то воспитание, которое хочется ему дать, в общем-то, через книгу. На ночь читаем, например, этого Николая Носова читаем, хоть это и достаточно сложные, там, допустим, различные рассказы, истории детские, там, про мальчишек, ему очень нравится. Причем ребенок слушает, а потом с того, что им пересказывает. Как часто вы посещаете библиотеки города? В центральной библиотеке записано, и у вас, ну, посещаю редко, так как у меня своя библиотека очень большая, друзей много. Так что книги берем, друг другу даем. А какие книги в основном составляют вашу домашнюю библиотеку? Военные книги про войну люблю читать, детективы люблю читать, про любовь. Ну, конечно, без этого нам никуда. Ну, чего. А какую книгу вы могли порекомендовать вообще для молодежи? Для современной? Для молодежи? Не знаю, у меня немножко другие взгляды. Молодежь, это у нас разные взгляды, разные поколения. Поэтому я очень люблю Черкасова. Я его всего прочитала. Вот это я советую всем прочитать. И молодым, и люди в Гадаре. Рыжий конь, да? Рыжий конь. И черный тополь. Хмель. Начинается с хмеля. И потом заключительная вот еще книга про его жизнь написана. Как же называется? Забыла название. День начинается с тебя. Что-то так вот начинается книга. Там обо всем. И там его жизнь в заключении. До самой смерти. Как он был брошен. Как он был забыт нашим правительством. Как его везде, даже хмель этот писался с большим натягом. Это я не знаю, как так можно было такого человека забыть. Любовь Лугоровна, такой вопрос. А для чего вы читаете? В смысле? Ну, для общего, ну, как же, для общего развития. И вообще я люблю читать. А что будет, если люди перестанут читать? Ну, это будет вообще страсть. Черный день наступит. Читать надо. Читать надо и для себя, и для детей, и для внуков. И быть в курсе всех последних событий. Газеты читать надо. Ну, обязательно надо быть в курсе всех событий. А на ваш взгляд, детям с какого возраста нужно начинать читать? Так только родился и начинаю им подсовывать всякие детские книжечки. И не просто подсовывать, а читать вместе с ним, рассказывать, чтобы ребенок увлекался чтением, чтобы это у него вошло в привычку. Книга – это все. А есть у вас какая-то любимая ваша книга или любимый автор, который вы можете перечитывать, перечитывать, возвращаться? Читатова, я возвращаюсь. И опять читаю, читаю, читаю. Я люблю его. Пушкина люблю, Некрасова люблю читать. Это замечательные книжечки. Ну, теперь по возможности и зрение уже не то, и с памятью не все в порядке бывает. Но читать вы не бросите никогда. А читать не брошу никогда. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok